Ну что, поехали. Одноклассники состоят из чуть более чем 6 тысяч машин, на которых работает 15 тысяч задач, как просто на железных серверах, так и в виде контейнеров в наших собственных четырех облаках. Эти задачи предоставляют более двух сотен различных сервисов, и сегодня мы с вами попытаемся построить один из таких микросервисов, связанных с задачей мессенджинга. Итак, в мессенджере каждый пользователь имеет какие-то чаты. Он может создать чат один на один с другим пользователем, может сразу с несколькими. Естественно, средний пользователь активно участвует только в ограниченном количестве чатов одновременно. По нашим данным на 5% активных чатов приходится 95% запросов. Основное, что хранят чаты, это, естественно, сообщения. В большинстве случаев запрашивается не более 13 последних из них. Здесь вот на примерчике мы видим только 3 и хвостик четвертого. Но это просто потому, что я сжал окошечко, чтобы оно влезло в слайд, а реальный размер достаточно большой, чтобы приблизительно 13 как раз поместилось. Но эти цифры не работают, когда нужно получить последние сообщения в чатах для отображения вот тут вот в списке чатов. Эти сообщения маловероятно, что будут востребованы второй раз. В веб-клиенте таких сообщений нужно достать только для видимых чатов, ну а для мобильных, для всех чатов, которые есть на устройстве. И таких чатов может быть достаточно много. Может быть десятки, может быть сотни. Мы будем строить наш сервис для хранения сообщений, который сам по себе, естественно, достаточно масштабный. Более полутриллиона сообщений в пяти миллиардах чатов мы будем пытаться обслуживать. Это где-то сотня терабайт без учета репликации. Будем строить, естественно, высоконагруженный сервис. Так интереснее, более сотни тысяч чтений в секунду и всего 8 тысяч на запись. То есть сервис, высоконагруженный на чтение. Как любой современный мессенджер, наш также должен поддерживать полнотекстовый поиск. Вот тут можно ввести, что поискать и получить все чаты с найденными сообщениями. Это значит, что сообщения нужно периодически обходить для индексирования. Ну и другие задачи, связанные с периодическим обходом данных, должны быть реализованы, там антиспамы, проще и проще. Сами сообщения, это, естественно, не только текст, это какая-то структура. Вот здесь у нас, вот здесь вот ID чата у нас, ID сообщения, которое я изобразил в виде времени сообщения, автор сообщения, его тип. Здесь вот три типа текста, видеозвонок и какой-то спам. Собственно, данные этого сообщения, ну а тачи, если они есть. То есть, в принципе, у нас получается приблизительно вот такая табличка. Ну и на этой табличке мы должны реализовать следующие операции. Наш микросервис должен реализовать следующие операции. GetMessages получает список сообщений в конкретном чате для конкретного пользователя, потому что некоторые сообщения могут быть удалены этим пользователем, некоторые спам и так далее. GetLastMessages – это самый тяжелый запрос. Если предыдущий должен работать, этот самый быстрый, потому что он чаще всего вызывается, то этот самый тяжелый, потому что он как раз получает последние сообщения из списка чатов. То есть он должен обойти очень большое количество чатов для того, чтобы быть обработанным. Add – это, собственно, новое сообщение. Seach – это, собственно, полнотекстовый поиск по чатам. Ну и IndexMessages для того, чтобы этот, собственно, этот индекс построить. Давайте попробуем реализовать вот это все с использованием современной микросервисной архитектуры, конечно. Итак, пользователи с мобилки или с веба, либо напрямую, либо через какие-то фронты, работают с нашим сервисом сообщений через наш любимый протокол, в котором реализована бизнес-логика. Дальше данные мы храним отдельно, в отдельном постоянном хранилище, отказоустойчивом, надежном, конечно. Кто считает, что таким хранилищем может быть Кассандра. Молодцы. Поставили Кассандру, отдельный кластер, и для администрирования этой Кассандры мы наняли солидного бородатого DBA. Вот и мы нашей хипстерской персоной, но мы отвечаем только за наше приложение. Ну все, готово еще. Микросервис есть, данные сделали, пора запускаться. Попробуем для начала реализовать вот этот вот запрос, GetMessages. Это приблизительно вот такой запрос нужно выполнить в базу данных. Есть только одна небольшая проблема. Таких запросов поступает более 100 тысяч в секунду. Есть некоторая нагрузка. И сервис, в общем-то, ложится. Ну что, масштабирование – это же то, что мы умеем в микросервисах, правильно? Давайте добавим инстансов, добавляем для нашего сервиса и обнаруживаем, что нагрузка теперь проваливается в базу и теперь ложится она. Что дальше? Ну, мы можем либо масштабировать базу, либо воспользоваться знанием, что 5% собственно активных чатов – это большинство запросов. Что будем делать? Кэшировать будем. Вот борода DBA тоже нам подсказывает, что в базе данных есть встроенный кэш. Пробуем. Кэшировать данные. Кэш в базе данных. Включаем. Помогает немного. Оказывается, есть тонкости в других методах сервиса. Вызовы GetLastMessages и индексирование работают не только с активными, но и с абсолютно всеми чатами. И хоть их мало, таких вызовов всего 5%, но даже меньше одного, извините, процента, но они приводят к тому, что в кэш попадают те 95% записей, которые, в общем-то, нафиг не нужны там. И вытесняют оттуда нужные нам записи из этого кэша. Встроенные алгоритмы кэширования базы данных не могут учитывать специфику приложения. Чаще всего это какие-то общего применения алгоритмы, типа LRU, например. И у нас происходит замусоривание кэша ненужными данными. То есть мы должны либо на порядок увеличивать количество памяти, расходуемое под кэш базы данных, либо управлять кэшами явно из прикладной программы. Помещать туда только те сообщения, те сообщения и тогда, когда это нужно приложению. Вводим в систему memcash, снимаем нагрузку с базы данных, при росте нагрузки можем масштабировать memcash как нам угодно, независимо. В принципе мы пришли к типовой архитектуре, которая чаще всего приходит в процессе построения нагруженного приложения. Поэтому давайте проанализируем, какие в этой архитектуре могут быть потери. Итак, в первую очередь мы затрачиваем CPU на маршлинг и демаршлинг. Маршлинг — это процесс преобразования данных, хранящихся в оперативной памяти, в формат, пригодный для хранения или передачи, говорит нам в Википеде. Прикинем, где происходит, собственно, здесь у нас маршлинг и демаршлинг. Для того, чтобы запросить данные у memcash, мы должны замаршлить запрос. На стороне memcash он должен его демаршлить, выполнить, замаршлить ответ, и на стороне приложения мы должны демаршлить ответ, чтобы получить эти данные. То же самое будет происходить на ноге с базой данных. Насколько велики вот такие потери на маршлинг и демаршлинг могут быть? 10% в 20%. Кажется, немного интуитивно, но есть недавно проведенные исследования группой исследователей из Google и Stanford University. И они утверждают, что на маршлинг и демаршлинг в такой вот архитектуре тратится до 80% нагрузки ЦПУ лишней. То есть она дает плюс 85% нагрузки на ЦПУ. И дает за счет этого плюс до почти 30% в комедианной задержке. Вторая проблема — это чрезмерные чтения и записи. Они возникают, когда приложение читает больше данных из Мемкэша, чем это действительно необходимо, и вносят дополнительные расходы на ЦПУ и сеть. В нашем примере с хранением 13 последних сообщений в Мемкэше для того, чтобы получить последнее сообщение каждого из этих чатов, нам пришлось бы прочитать из Мемкэша все 13, передать их по сети, десерилизовать, серилизовать на стороне сервиса и отбросить 12 из них, потому что они не нужны. И оставить нужно только самое свеженькое сообщение. Согласно тому же исследованию, если запись содержит только 10% полезной информации, как-то обязательно у нас есть, то мы тратим почти в полтора раза больше ЦПУ и почти в два раза больше сети, чем это необходимо. Третья проблема — это сетевые задержки. Тут мы теряем время как просто на факты удаленных походов из Мемкэша в базу данных, так и на время передачи нужного объема данных в запросе и ответе. Особенно, если у нас есть чрезмерное чтение. Но самое плохое то, что эти потери растут прямо пропорционально количеству запросов в кэш и баз данных, которые нужно выполнить для обслуживания одного единственного запроса. N здесь может быть достаточно большим, ограничен только креативностью нашего разработчика. Кто виноват? Разобрались. Теперь давайте попробуем разобраться, что же с этим делать все. Большинство нагрузки тут натурально падает на Мемкэши и их связь с сервисом прикладной логики. В индустрии в последнее время поэтому большинство усилий собственно было и направлено на оптимизацию именно вот этой части между приложением и Мемкэшом. Некоторые компании держат даже специальные команды, которые оптимизируют перцентильные задержки на 4 девятки, чтобы у них таймлайн не тормозил из-за того, что Мемкэши притормаживают. Redis и Tarantul пытаются уменьшить чрезмерное чтение и запись путем поддержки структуры данных внутри кэша, что позволяет выбирать не все значения под ключом, а только нужную часть этого значения. Теперь немножко экзотики. NetCash пытается уменьшить сетевые задержки путем построения Мемкэшей прямо на инфраструктуре сетевых свечей. Прямо туда. Есть еще одно интересное экзотическое решение. KVDirect пытается бороться с демаршлингом, излишним маршлингом путем переноса этих задач с CPU на чип сетевой карты. Тут мы можем заметить, что большинство проблем возникает именно из-за факта удаленности необходимых данных от приложения. И мы можем решить эти проблемы кардинально очень просто. Просто двинув данные поближе, внутрь процесса, к приложению. И таким образом мы переходим к идее микросервиса с состоянием. Микросервис с состоянием объединяет прикладную логику сервиса с кэшем в памяти одного и того же процесса. Это кэш специализированный. В нем реализуются операции, необходимые для прикладной логики. Это позволяет полностью избавиться от потерь, связанных с сетевыми задержками. Теперь между этими компонентами натуральной сети нет. Прикладной интерфейс встроенного кэша позволяет реализовать нужный функционал без чрезмерных чтений и записи. Прикладная логика и кэш обмениваются данными в памяти одного процесса. И мы можем выбрать приемлемый для обоих формат данных, что позволяет сильно снизить затраты на маршлинг и демаршлинг. В идеале можно даже полностью их убрать. Совмещение базы данных в одном процессе с сервисом решает те же самые проблемы на второй ноге нашей архитектуры. И позволяет просто интегрировать все компоненты в случае необходимости. Ну и вредный дядька ДБА нам больше не нужен. Теперь мы сами себе девопсы и сами отвечаем за все компоненты системы. Так мы получаем сервис, всегда работающий быстрее. При одинаковой реализации приложений, конечно. За счет экономии в два и более раза, на потерях которых теперь просто нет. Может оно будет глючить, если оно не будет тормозить? Давайте посмотрим, что может пойти не так в такой системе. Для начала вспомним, что может пойти не так в простейшей распределенной системе, состоящей из двух машин – клиент и сервер. Клиент посылает запрос к серверу, сервер его обрабатывает и посылает сообщение с ответом. Что может пойти не так в такой системе? Пропажа клиента и пропажа сервера. Внезапный крэш сервера получил сообщение, крэшнулся. Клиент отправил сообщение, крэшнулся. Может произойти потеря исходящего или входящего сообщения. Переполнение сетевых буферов. Неудачно тетя Маня задела сетевой кабель. Все, что угодно. Поехали дальше. Может произойти тайм-аут. То есть сервер отвечает вне указанных заранее временных рамок. Слишком долго обрабатывает программист. Зараза, накосячил. Может быть. Или в ГЦ пошло. Или еще что-то произошло. Или в своп поехал. Памяти не хватило. Кто еще знает, что может произойти? Неправильный запрос или неправильный ответ. То есть сервер или если клиент отвечает, посылает сообщение, которое другой конец не может понять. Классическая схема, когда у вас есть микросервисы с какой-то схемой запросов. Часть обновили, часть нет. Ну и последнее, что может произойти, это произвольный отказ. То есть участник начинает посылать сообщение в рандомное время по рандомным адресам. Это могут быть какие-то, например, DDoS атака. Это вот произвольный отказ. Это, например, вышедший из-под контроля retry. То есть клиент начинает retry и retry, и retry запрос, который он в принципе не должен это делать. И вот это все только про двух агентов на сети. Теперь давайте посмотрим еще раз на нашу архитектуру и попробуем прикинуть, что там-то может сломаться. Итак, наш микросервис получает запрос. Допустим, в рамках этого запроса он должен сходить в кэш, какие-то данные поднять оттуда, если их нет, или какие-то обновить в базе данных. Ну что тут может отказать? Мем кэш может отказать? Может, конечно. А база данных? А? Базу данных же волшебные эльфы пишут, все же знают. Это не люди там. Да, даже база данных может отказать. Но еще может отказать и связи между ними, правда? Значит, они могут отказать по одиночке, одна, вторая, а могут вместе, правильно? И, соответственно, на этой ноге у нас есть те самые 7 сценариев отказа. На этой ноге у нас есть 7 сценариев отказа. А наш микросервис-то тем более уже криворукий-то писал, понятно, да? И там тоже те же самые 7 сценариев отказа. И это означает, что мы для того, чтобы правильно отработать отказ, все эти отказы связаны между собой. Любой компонент, если откажет, то мы получим отказ. И поскольку это все компоненты связаны, мы должны в клиентском коде, который обращается к этому микросервису, и в серверном коде, учитывать все эти возможные отказы и комбинации между ними. Что, конечно, не делает код проще. Ну и понятно, если код непростой, то значит косяков там будет много. Давайте теперь посмотрим на вторую схему. Те же самые три машины теперь организованы по варианту сервиса состояния. Хотя, скорее всего, понадобится меньше. Здесь схема шардирования будет немного другой. Если в первом случае все три машины отвечали за множество ключей какого-то К, то во втором случае каждая из машин будет отвечать только за свою уникальную треть ключей. Соответственно, коммуникация будет идти не только в прикладную логику как-то вот так. Ведь теперь кэш и база данных не требуют более сетевой коммуникации. На каждой из этих связей возможны, естественно, все те же семь сценариев отказа. Но действия, которые нужно предпринять разработчику при отказе первой трети и остальных, абсолютно одинаковые. Отработав отказы по первой трети ключей, остальные будут обрабатываться точно тем же способом. Это потому, что эти отказы никак не связаны между собой и в рамках одной операции. Соответственно, код станет проще, чем в первом случае. Давайте теперь посчитаем вероятности отказов. Что будет, если вот в первом случае, чтобы посчитать, нам нужно понимать, что будет, если откажет база данных. Будет ли отказ в микросервис? А если memcache? А если сервис? То есть любой компонент, если отказывает в этой схеме, то мы получаем отказ в обслуживании. Причем отказ по всем ключам множества k. То есть вероятность отказа будет приблизительно такой. У сервиса состояния вероятность отказа одной машины будет точно такой же. Но это вероятность недоступности третьих ключей. Чтобы получить отказ по всем ключам, должны отказать все три машины. То есть вероятность отказа по полному множеству ключей k будет вот такой. Что лучше? Математики есть? Новосибирские математики. Давайте. Что лучше? Нету математики. А? Кто? Ну маленькая, понятно. Меньше единиц. Отказ больше единиц. Ладно. Математиков мало, мы инженеры. Давайте подставим. Вероятность отказа всегда меньше единицы, естественно. Это очень большая вероятность отказа, просто для наглядности. Посчитали циферки. Получилось вот как-то так. Очевидно, что вторая схема на несколько порядков надежнее. Ну тут можно сказать, что мы можем и реплицировать, да? Мемкэши-то отказоустойчивые же, там не по одному инстансу надо ставить. Несколько, правильно? И таким образом мы уменьшим на порядок вероятность отказа. Но самое интересное то, что реплицировать-то можно и вторую схему точно так же. И уменьшить вероятность отказа на два порядка. Получаем, что сервис с состоянием всегда будет надежнее при одинаковом и даже меньшем количестве машин. На досуге можно посчитать, если поставить здесь по две реплики, посчитать вероятность и не поставить реплики туда. И посчитать, что будет надежнее в этой схеме. Посчитайте. Интересный результат. Ну, что ж, хорошо. Хорошая новость состоит в том, что мы знаем, что хотим сделать и почему. А плохая состоит в том, что готовых фреймворков на эту тему нет. И будем велосипедить все это из того, что есть. С чего начнем? Мы хотим, чтобы у нас сервис был высокодоступным. А это значит, что должна обеспечиваться репликация. И быть определены какие-то гарантии консистентности данных между репликами. Ну и понятно масштабируемым, чтобы при увеличении нагрузки мы могли на ходу добавлять мощности. Ну а поскольку сервис теперь совмещен с данными, то и решардинг должен быть там натурально, потому что при добавлении реплик нужно как-то эти данные тоже двигать. Это все, конечно, можно реализовать самим. Это интересная задача лет на несколько. Но быстрее, наверное, взять что-то готовое и допилить. Слова репликация, консистентность, ну и решардинг намекают нам на то, что мы можем найти что-то готовое в современных распределенных базах данных. Поэтому надо определиться, в общем-то, с ней в первую очередь. База данных для совмещения должна быть на языке приложения. Так значительно проще переиспользовать код приложения. А значит, естественно, что она должна быть open source. У нас все приложения на… Open source она еще должна быть потому, что мы будем ее допиливать, понятное дело. Велосипеде же собрались. Будем ее допиливать, поэтому тоже open source. В одноклассниках все приложения написаны на Java. Значит, нам нужна база данных на Java, open source, высокодоступная, масштабируемая. И вот это вот все. И мы, понятное дело, выбрали Cassandra. С тем, что встраивать мы определились, теперь надо понять, как встраивать. Встраивать – это означает, что нам нужно запустить базу данных внутри JVM нашего микросервиса. Если посмотреть скрипты запуска Cassandra, то становится понятно, что запуском занимается вот этот класс. А значит, все, что нам нужно сделать – включить необходимые библиотеки в класс пас нашего сервиса и вызвать Cassandra демона вот таким заклинанием. Ну, в принципе, все. Даже трех пунктов не понадобилось. Cassandra.yaml, если кто имел дело с Cassandra, знает, что это просто конфигурационный файл ноды Cassandra. На самом деле, даже запись этого Cassandra файла не обязательно. Там внутри в CodeBase есть вот такой интерфейс. Вы можете его имплементировать для стыковки Cassandra в систему централизованной конфигурации. Базу данных строили теперь. Все, готово. Работает. Теперь вместе с кодом нашего сервиса у нас есть данные прямо рядом. Давайте посмотрим, как это меняет маршрутизацию клиентских запросов. Вот сверху у нас есть клиент по имени Леха. Он хочет попереписываться в чате, ключ которого попадает в определенное множество ключей B. Для этого кожаный мешок Леха использует какой-нибудь фронт. Именно поэтому я обвел его зелененьким. Для сервиса без состояния фронту почти все равно, на какой конкретно работоспособный инстанс сервиса делать запрос. Он может сделать, например, на этот, а может на этот и на эти. Со всех этих инстансов цена обслуживания запросов будет одинаковой. Им нужно будет делать запросы за данными по сети, на кэши, на базу данных, на которых они есть. Для микросервисов же с состоянием каждый из инстансов имеет какую-то часть данных локально. Каждый имеет свой интервал ключей, которые я тут обозначил как A, B и C. И теперь ноде, владеющие интервалом ключей B, незачем куда-то ходить по сети. Все данные для выполнения запросов доступны либо в памяти процесса, либо на локальных дисках этой ноды. А у остальных нет данных нужного легкого интервала B, и им придется работать с ними по сети. А значит цена обработки запроса для них сразу увеличивается на демаршлинг и сеть. То есть для того, чтобы запрос по интервалу ключей обрабатывался эффективно, мы не должны обращаться к нелокальным данным. А сделать это мы можем только если клиенты будут вызывать сразу нужный инстанс сервиса. То есть нужна маршрутизация запросов, учитывающая топологию кластера. То есть информацию о распределении данных по нодам. Мы можем реализовать такой роутинг на фронте в виде библиотеки. Тогда такая библиотека делала бы запросы по ключам сразу на нужные ноды. А эти ноды могли бы работать только с локальными данными. Но вот такое распределение данных диктует база данных, которые мы строили. Давайте посмотрим, как. А встроили мы Кассандру. Посмотрим, как Кассандра это делает. В Кассандре каждый ряд имеет ключ, составленный из двух компонентов. Партишенинг-кей. На его основании выбирается нода, на которой будут расположены эти данные. И кластеринг-кей, который в распределении данных по нодам не участвует, но определяет порядок, в котором записи будут упорядочены внутри партиции. Записи с разными партишенинг-кей попадают в разные партиции и могут быть распределены на разные ноды. А записи с разными только кластеринг-кей находятся в одной партиции и всегда будут находиться на одной ноде, на той или на другой. В мессенджере порядок следования сообщений в чате важен, а разных чатах между собой нет. То есть для нас как раз партишенинг-кей будет правильно выбрать ID чата, а как кластеринг-кей ID сообщений. С точки зрения кода в распределении данных участвуют следующие компоненты. Партишенер на основании значения партишенинг-кей вычисляет токен, все доступные значения которого принято изображать в виде кольца. Партишенер задается один раз на весь кластер и не может быть изменен впоследствии. Среди всех вариантов партишенера наиболее применимый, это тот, который получает токен путем применения к ключу Murmur3 хэша. Это в кассандре. Другая структура. Это токен метадата. Это глобальная структура, в которой хранится разбиение кольца на интервалы и соответствие интервалов ключей нодам, на которых хранится первичная реплика. И, наконец, replication strategy определяет, как организуется хранение вторичных или третичных реплик и сколько их вообще должно быть. Replication strategy можно указывать разными для разных таблиц. Все. Этой информации полностью достаточно для того, чтобы в три строчки составить полную карту нахождения всех данных и их реплик в нашем кластере. Endpoint map будет содержать соответствие между максимальным токеном интервала и адресами всех реплик, попадающих в этот интервал ключей. Передав этот endpoint map на клиента, легко сделать нужную нам маршрутизацию. Стоит, правда, иметь в виду, что топология кластера меняется время от времени. Поэтому необходимо организовать обновление какой-то этой информации. Также стоит подумать о том, что делать, если клиент использует устаревшую топологию. Тут может быть несколько вполне очевидных стратегий. Мы их, наверное, рассматривать подробно не будем. С клиентами теперь все нормально. Давайте теперь с этими данными поработаем. Итак, у нас есть вот такая таблица. И нам надо получить список сообщений чата. То есть выполнить вот тот же самый запрос. Как мы сделали бы это через драйвера базы данных? Вот, например, я взял пример прямо с мануала сайта Datastax драйверов. Что тут делается? В первой строчке мы получаем сессию, устанавливаем и соединение с кластером. Во второй строчке мы отправляем запрос на кластер. В третьей строчке и получаем ответ. Ну и в третьей строчке мы начинаем обрабатывать результат. На самом деле, естественно, что этот код значительно будет сложнее. Это очень простой код. Там будет где-то установка соединения, где-то конфигурация, куда соединяться и прочее, прочее. Менеджмент всего этого вокруг. Как этот запрос будет выглядеть в варианте с совмещенным? Для того, чтобы выполнить подобный запрос изнутри, есть вот такой вот класс. И вот такой вот метод. Он выполнит переданный запрос с указанным consistency level и параметрами и вернет result set. Обратите внимание, что метод статический. Никаких соединений нет. Никаких сессий нет. Это потому, что сервис уже работает в контексте своей базы данных. Ему некуда соединяться. Он и есть база данных. Соответственно, сообщение для getMessages получит вот такой приблизительно код. Аналогичным способом для добавления сообщения мы должны выполнить вот такой запрос. Вот такой запрос. Все просто. Если покопаться в query parser, то можно найти более эффективные способы получения записей с базы данных. Они не так просто выглядят, поэтому я здесь их не нарисовал. Мы используем в реальности, конечно, более эффективный вариант. Но даже вот этот неэффективный вариант, он будет быстрее за счет того, что вы получите, используя любой клиентский драйвер. Ну вот мы и подобрались к самому интересному. Реализации встроенного, прикладного, кастомизированного кэша сообщения. Для начала давайте посчитаем, сколько данных он будет хранить. Итак, всего у нас вот столько данных. Только 5% активных чатов, из которых мы хотим сохранить сообщения в кэше, которые составляют, собственно, наши последние 13. В кэше мы хотим хранить последние только 13. Все исходные данные у нас есть. Можем посчитать, что в память нам попадает приблизительно такое количество сообщений и данных. Это без учета репликации. Их нужно еще поделить, конечно же, на количество партиций в кластере или ноты в кластере и умножить на replication factor. Из всего набора методов для кастомизированного, для специализированного кэша нам нужно реализовать, собственно, только первые три, так как как раз методы обхода полного датасета мы как раз не хотим, чтобы работали с кэшом. И начнем с реализации getMessages. Пользователь Лиза открывает OCRU и выбирает чат с Лехой. То есть мы через WebFront получаем на нужный нам инстанс запрос getMessages. Далее прикладной код проверяет, есть ли, собственно, сообщение этого чата в нашем кэше. Нет, нету. Грузим из кассандры, из базы данных. Получаем какой-то ответ, кэшируем его в локальном кэше и возвращаем на фронт. Готово. Почувствовав возмущение в силе, кожаный мешок Леха через мобильное приложение делает то же самое и удачно попадает на другую реплику. Делает запрос и там происходит все то же самое с тем же самым результатом. Заботиваясь о состоянии Леха, Лиза предлагает ему сходить пообедать. То есть вызывает метод ADD. Сервис создает сообщение во встроенной базе данных и добавляет его в кэше. Его состояние теперь будет таким. Все, сообщение отправлено. Леха получает пуш на телефон, запрашивает сообщение о другой реплике. Предладуха отдает данные с кэша, они же там уже есть. И Леха остается голодным. Очевидно, мы должны как-то сообщать другим репликам, что появилось новое сообщение. Мы можем использовать информацию о топологии кластера, точно так же, как мы делаем это для клиента, вычислить все реплики и нотифицировать их все с новым сообщением, взяв, например, какой-нибудь специальный метод, реализовав. И тогда мы бы вставили это новое сообщение в наш кэш и все было бы хорошо или нет. Что может пойти не так, мы помним. То есть у нас кэши находятся на других машинах. И это означает, что между ними может пропасть сеть. То есть наш метод может удастся вызвать в каких-то случаях, а в каких-то не удастся вызвать. Однозначно, что не все нотификации будут достигать все реплики. Состояние кэшей будет со временем сильно расходиться. Давайте посмотрим, как эту же ситуацию будет обрабатывать кассандра. При выполнении инсерта она точно так же определит необходимые реплики, данные которых нужно изменить, сформирует для них требования об изменении. Мутации в терминах кассандры и попытается послать это требование по сети. Поскольку кэш и нода желтенькой реплики это один и тот же процесс, то такая мутация тоже не может быть доставлена точно так же в силу тех же самых причин. В этом случае кассандра сохраняет такие мутации на локальный диск персистентно. Когда связь с желтой нодой восстановится, такие пропущенные мутации будут отосланы ей при первой же возможности. Это называется хинт. Обычно такие хинты сохраняются некоторое ограниченное время, иначе место на дисках рабочих нод могло бы закончиться из-за одной единственной неработающей реплики. Для восстановления согласованности в более тяжелых случаях служит read-repair. Это сравнение реплик при чтении. Читаем с разных реплик, сравниваем расхождение, в результате этого сравнения формируется мутация на устаревшие реплики с правильными данными. Последний способ это streaming repair. Это пакетный фоновый процесс обхода и сравнения всех данных на всех репликах. В результате, конечно, объем передаваемых данных может быть очень большим, поэтому вместо индивидуальных мутаций формируется целый файл, содержащий актуальные данные, которые передаются на устаревшую ноду целиком через отдельное соединение. Собственно, поэтому streaming repair. Все эти методы работают хорошо, позволяют поддерживать консистентность реплик кассандры. Реализовать самим мы их, конечно, тоже можем, но это долго. Мы люди занятые. Поэтому мы бы хотели сделать так, чтобы каким бы способом мутация не была бы отправлена на устаревшую, на другую реплику, кассандра бы нотифицировала наш прикладной код, а мы бы в этой нотификации написали нужный нам код поддержки состояния кэша, запрограммировали бы там, собственно, добавление новой мутации в состояние кэша и на этом все. То есть мы бы хотели приблизительно иметь вот такой интерфейс для лиснера изменения от кассандры. Ну и реализовать его в нашей прикладухе. Естественно, такого интерфейса нет, и нам нужно дописать немножко кодов кассандру, вставить в нужные места его вызов. Оказывается, вот этих нужных мест всего два. Все мутации, независимо от того, какая подсистема их сформировала, проходят через вот этот метод. Объект mutation вот здесь содержит, собственно, список новых данных для различных таблиц ноды. Можно просто брать эти данные и совать в лиснер, как есть. Весь стриминг заканчивается вот таким он completion runnable. Взяв список таблиц, достаточно просто пройтись по ним итераторам и вытащить оттуда данные, которые пришли, и тоже подзасовывать их в лиснер. Рассмотрим теперь ту же ситуацию. Доставить мутацию невозможно, но не из-за проблем на сети, а потому что сервер пошел в ребут или случился крэш. Состояние нашего кэша в памяти теперь пропало. Теперь хинты нам не помогут. Хинты содержат только новые данные. А для get messages нам нужны старые тоже. А их мы можем получить только дочитав их из базы данных. Дочитывать придется для всех чатов этой ноды, что приведет к лавинообразному увеличению количества чтений из базы данных сразу после старта желтой реплики. Ну а чтение будет идти с нескольких реплик, и поэтому есть шанс, что мы… Чтение, точнее, обслуживаются несколькими репликами, и поэтому есть шанс, что мы уложим весь кластер внезапной нагрузкой на старте одной из нодок. Что же делать? Тут есть несколько стратегий. Наиболее вообще применимая это snapshot плюс write-ahead-log. Но ведь у нас есть кассандра. Соответственно, программировать отдельный snapshot и write-ahead-log нам не нужно. Мы можем сделать вот такой keyspace с недокументированной replication strategy под названием local strategy, который означает, что данные не реплицируются, и они просто локальные. Соответственно, при… Там вот такую табличку создать, и, соответственно, при помещении в кэш записывать в эту табличку, при eviction из кэша удалять из этой таблички. И тогда после ребута, собственно, все, что нам нужно, это сочетать все данные этой таблички, вот приблизительно таким запросом положить их в кэш, и потом хинтами догнать новое, то, что мы не видели. Вот эта вот сама загрузка, она, в принципе, ограничена только скоростью дисков, локальных дисков, поэтому он может быть достаточно быстрый. Я достигал там порядка полумиллиона записей в секунду. Но все равно мы, наверное, не хотим ждать некоторое время из-за того, что мы не хотим ждать, когда мы просто рестартнули ноду в результате, допустим, выкладки. Ну, легально рестартнули ноду в результате выкладки новой версии. И поэтому мы можем немножко схитрить и использовать Shared Memory. Shared Memory, в отличие от обычной, оно при старте не пропадает. Самый простой способ получить туда доступ, это открыть Direct Byte Buffer на вот такой файл. Но лучше использовать уже готовую структуру, которая есть в нашем open source, в One Neo. Он доступен на GitHub. Вот в этом пакете, обратите внимание на Shared Memory Map и его потомков. Там есть всякие, на всякий вкус и цвет можно подобрать нужны. Этот класс можно использовать, замонтировав просто TMPFS под defshm, что делается обычно по дефолту, но мы также используем и huge TLBFS, что позволяет делать более крупные страницы памяти на уровне операционной системы, а значит уменьшить количество TLB-миссов и убыстрить работу с памятью в особо интенсивных случаях. Теперь данные ниоткуда грузить не надо. Shared Memory Map только проверяет валидность данных в разделяемой памяти. Это происходит очень быстро. И теперь снова наша ситуация с рестартом реплики. Теперь старт стал быстрым, потому что ничего грузить не надо. И часть запросов успевает проходить до того, как придут хенты. И Леха снова получает устаревший вариант. И снова остается голодным. Почему так? Процесс посылки хентов в Кассандра асинхронный байдизайн. Поскольку при чтении Кассандра обращается к нескольким репликам для определения согласованности данных и может отбросить устаревшие данные с рестаркнутой ноды, хенты, в общем-то, не обязательны для соблюдения согласованности. Наше же приложение в 15 раз больше нагружено именно на чтение, чем на запись. Такой вариант согласования реплик на чтении для нас будет слишком тяжелым. Поэтому мы сделаем так. Мы запускаем сначала сетевые сервисы нашей встроенной базы данных. Ждем, пока она примет хенты от остальных нодкластера. И только после этого мы запускаем обслуживание прикладных запросов сервисов. С этого момента на сервис могут поступать запросы от клиента. Ожидание вот этих вот хентов, да, оно выглядит как задача распределенной координации. Мы пробовали несколько различных стратегий. Остальные ввелись в итоге на простейшей. Нода, которая стартует, она периодически опрашивает остальные реплики. Есть ли у нее хенты еще не проигранные для меня. Да, и продолжая ждать до тех пор, пока другие реплики отвечают, что эти хенты есть. И как только она отвечает, что нет, то значит нет ни одной ноды, которая проигрывает на меня хенты. Значит я продолжаю стартовать. С этим разобрались. Наконец-то. Поехали дальше. Теперь мы можем подступиться к самому тяжелому запросу. Получить последние сообщения в списке чатов. Этот запрос должен просмотреть в списке сообщений по множеству чатов. Разные чаты могут быть расположены на разных нодах. А значит нет одной ноды, владеющей всеми данными. Запрашиваются данные в большинстве с твоем неактивных чатов, как мы видим. Активен только один чат из многих тут на картинке. Значит этих данных нет в кэше. И загружать их в кэш смысла нет. Маловероятно, что они станут активными в ближайшее время. Данные таких старых чатов, если они не в кэше, скорее всего уже согласованы. Так как на старых данных, скорее всего, уже произошли все необходимые процедуры согласования. И хенты, и реперы, скорее всего, отработали. А если чат становится активным и его согласованность потенциально может нарушиться, то он будет помещен в кэш сразу же. И перестанет быть старым. Возможно, мы что-то сможем сэкономить на этом знании. Посмотрим дальше. Как бы мы реализовали этот метод в сервисе без состояния? Клиент вызвал бы метод в сервисе, прикладная логика которого опросила бы мем-кэши для каждого чата из списка и базу данных для тех старых чатов, которые уже были вытеснены из кэша. В сервисе с состоянием нет единого сервиса с полным набором данных, а проксировать вызовы с одного инстанса на другие неэффективно. Наиболее эффективно иметь реализацию этого метода на всех участниках. И на сервисах, и на фронте клиента. Тогда клиентская реализация использует информацию о топологии кластера и разбивает список ключей чатов на несколько списков для каждого инстанса сервиса свой. Выбирает реплику, вызывает ее, передав ей список с ID ее чатов. То же самое с остальными партициями, с репликами из остальных партиций. Сервисы отрабатывают эти запросы, возвращают данные, каждую свою часть на клиента, а клиент, дождавшись ответа по всем нужным ключам, объединяет результат. Готово. Можем рисовать наши чатики. Внутри же каждой реплики выполнение было бы таким. Обращаемся в кэш, откуда получаем данные для активных чатов, и в базу данных для неактивных. Но база данных в этом случае это Кассандра. Она будет делать сетевой запрос на остальные реплики для возможного согласования устаревших реплик данных. А это дополнительная сетевая коммуникация. Но мы знаем, что согласованность на старых чатах нам не важна. Скорее всего, данные согласованы. Поэтому мы могли бы убрать большую часть сетевой коммуникации и ожидания в нашем самом тяжелом запросе, запросив данные у базы данных только с локальной реплики. В стандартном API Кассандры такого способа нет. Но наш сервис работает вместе с базой данных. И в общем-то публичный API не ограничен. Как-то вот так можно это сделать. Здесь приблизительно много всякой банги. Но на самом деле это все то же самое. Мы делаем statement, передаем им параметры. Просто немного по-другому. Отличие в том, что это вот значительно быстрее. Такое множество накладных расходов, связанных с сетевыми активностями и согласованием реплик, просто не делаются. Покопавшись в коде, можно еще быстрее все это сделать. Но тут у нас тогда в экран все это не влезет. Поэтому не буду приводить. Вызываем здесь statement. Так, добрались до полнотекстового поиска. Мы хотим ввести что-то в поисковой страде и быстро получить список чатов и список сообщений. Искать простым просмотром всех чатов даже с использованием локального чтения не вариант. Понятно, 100 терабайт данных быстро не просмотришь. И соответственно нам нужно построить полнотекстовый поиск с использованием, например, Lusyn. Один большой инвертированный индекс на 100 терабайт будет… Кто-то строил? Будет глючить и тормозить. Отдельная тема. Поверьте мне на слово. Поэтому будем строить много индексов на каждый чат свой. Строить и хранить заранее индексы имеет смысл только для больших чатов. Для маленьких он может быть построен непосредственно перед поиском. Пробуем по-простому. На добавлении нового сообщения в чат, инсертим в базу и еще и добавляем документ в индекс. Ну, потом коммитим. Кто-то так правило сделать? В чем проблема? На каждый инсерт в базу, на каждый ADD документ вызывать коммит. Слишком частые коммиты их получается очень много. И, собственно, Lusyn не успевает их обрабатывать. Также мы можем не делать коммит на каждый документ. Да, а делать как когда-нибудь и вообще его не делать. Тогда получится слишком много открытых индексов, потому что одновременно переписка идет по множеству чатов. Что же делать? То, что мы хотели бы, это какой-то фоновый процесс, который предварительно объединял бы множество сообщений одного чата в один пакет по мере их появления. Но не очень часто. И такой процесс в Кассандре уже есть. Он называется Compaction. Для тех, кто хочет узнать о нем поподробнее, там вот внизу ссылочка. Это процесс слияния различных поколений данных, которые Кассандра делает сама по себе для поддержания структуры на диске. Данные просматриваются при этом в порядке следования их класть ТНК, что для нас означает, что вклинившись в этот процесс, мы получаем данные сразу в нужном нам порядке для индексирования. В Кассандре этим процессом занимается вот такой вот класс. Дописать туда небольшой еще дополнительный вызов нетрудно. И теперь у нас есть бесплатная массовая обработка данных на нашем классе. Теперь давайте с тем, что мы тут вот на велосипеде, попробуем пожить. Первое, с чем мы столкнемся, это увеличивающееся время деплоя. Теперь сервис совмещен с базой данных и на старте тратит время на вот эти активности. Если выкладка происходила плавно, по одному инстансу, сервиса за раз, то время выкладки растет пропорционально количеству реплик. Это может теперь занимать значительное время. То же делать. Выкладывать не по одному, а параллельно, по зонам доступности. Мы, например, часто выкладываем сначала один первый инстанс, чтобы убедиться, что все работает нормально, а затем параллельно все остальные инстансы дата-центра. В последующих дата-центрах сразу все идут в параллель. Итак, время выкладки сокращается до количества дата-центров плюс один первый пробный инстанс. Вторая проблема. База данных теперь натурально совмещена с приложением. Соответственно, когда мы выкатываем апдейт на наш сервис, мы рестартуем базу данных каждый раз. Тут интуиция говорит нам, мы же так часто рестартовать базу данных. Да вы что? Что делать с этим? На самом деле с этим ничего не надо делать, потому что рестарт базы данных – это отличный бесплатный способ протестировать отказоустойчивость нашего сервиса. У нас отказоустойчивая база данных. Рестартовать базу мы натурально можем в любой момент. Это ни к чему не должно привести. А вот что является реальной проблемой – это взаимное влияние прикладухи на базу данных. Теперь BD натурально у нас совмещено с приложением. Соответственно, если мы что-то накодили в нашем приложении не так, из-за чего кончился CPU или кончилась память, это повлияет на ноду базы данных. Что делать? Мы в этом случае делаем продленную тестовую эксплуатацию новой версии. То есть если есть какие-то изменения, которые могут привести к таким последствиям, мы выкладываем на один дата-центр новую версию, ждем довольно долгое время. Если все хорошо, день, можем ждать два, то тогда раскатываем на остальные. Соответственно, максимум, что мы можем потерять, это новую версию в одном дата-центре, но остальные будут работать, с ними все будет хорошо. Ну, есть еще рубильники. Если есть какой-то функционал, которым можно отключить рубильниками, то лучше его запрограммировать, чтобы не нужно было перекладывать в случае там, ну и следующее, с чем придется столкнуться, апгрейд встроенный BD на новую версию. Мы тут наиспользовали кучу внутренних API, недокументированных, и интуиция нам говорит, они же там все поменяют, и все, мы не сможем обновлять нашу базу данных. И потом, что же делать? На самом деле, API – это отражение архитектуры базы данных. Архитектура базы данных меняется очень редко. И вот 9 лет, даже уже 10 наблюдений за Кассандрой, мы увидели только то, что страсть к переименованию, когда сущность называлась по одному, потом называется по-другому. Ну, но все методы на месте с тем же составом практически. Ну и да, современные базы данных поддерживают все rolling updates, upgrades Cassandra тоже. Соответственно, для нас это будет выглядеть так, что мы собираем наш сервис с новой версией библиотеки от базы данных, выкатываем на один дата-центр эту версию, ждем, что сломается. Если не сломалось, ну все хорошо, выкатываем на остальные, в тяжелых случаях мы можем просто грохнуть все данные в этом дата-центре, не удалось, ну и хер с ним, и восстановить их из оставшихся реприк. Cassandra это позволяет. Итак, сервисы с состоянием эффективнее и надежнее, так как между компонентами теперь нет сети, а значит потерь связанных с ней. Теперь у нас есть гарантии консистентности между кэшем и базой данных, а их часто забывают про построение систем с выносными кэшами. Это относительно просто реализуется, все самое сложное уже реализовано в Cassandra, ну и в One.io тоже. Этот паттерн мы давно и широко используем во множестве сервисов. Есть высоконагруженные на миллионы запросов в секунду, есть хранящие большие объемы данных, есть со сложной логикой обработки и выборки. Очень много сервисов так у нас построено. Это все, что я хотел сказать. Хотите узнать больше, сходите по ссылкам. Спасибо. Вопросы? Сейчас все решат, что вопрос подставной, но не подставной. На самом деле, про последние, про апдейты Кассандры, насколько часто вы реально этим занимаетесь, из AppStream'а забираете что-то и мержетесь? Это такой первый вопрос. Когда это было последний раз, скажу мне честно. На самом деле, из AppStream'а мы не забирали, ну забираем, но черепикаем что-то, если нам очень хочется. Но на самом деле, мы переводили сервисы с нашего внутреннего форка 0.6 на наш внутренний форк, который мы форкнули от 2.0. Все с тобой понятно, внутренние форки. А если по-другому зайти, если сделать какой-то слой, который просто заворачивает все то, что вы дергаете, чтобы было проще как-то из AppStream'а что-нибудь вытаскивать? То есть, у вас есть набор методов, ты их знаешь, ты говоришь, что там код это 10, 20, 30 строчек. Вот если это как-то слоем завернуть… У нас такой есть, да, на самом деле. Есть просто класс, который типа адаптер между версиями Кассандры. Ну это очевидно, да. У меня есть вопрос. Спасибо за доклад, очень интересно. Когда вы стартуете ноду, я вот здесь. А я не вижу. Да, вот он я. Когда вы стартуете ноду, она принимает все хенты, чтобы заполнить кэш. И вот вы говорите, что она начинает принимать сообщения только тогда, принимать запрос GetMessages только тогда, когда все хенты получены. Вот может ли такое быть, что этот момент не настанет? Хенты, опять же, да, то есть у нас три реплики каждых данных, да. То есть у Кассандры имеет смысл минимальный набор реплик, количество реплик это три. Соответственно, хенты будут сохраняться при вылете, ну или при рестарте одной реплики, хенты будут сохраняться на двух репликах. И каждый из них будет пытаться послать свои хенты на эту вот реплику, которую мы стартуем. Соответственно, что может произойти? Вот эта вот одна из реплик может просто упасть, например. В этом случае вот этот код ожидания, он снимается. Ну то есть если он знает, что реплика с хентами сейчас недоступно не работает, ну и фиг с ней. Значит мы не будем ждать, будем продолжать. Вот могут быть какие-то у Кассандры, допустим, есть хент троттлинг, такая настройка. Там можно указать, с какой скоростью посылать хенты. Если там слишком маленькая скорость, а по дефолту там, насколько мне помнится, слишком маленькая скорость получается для больших кластеров, то да, будет долго ждать. Но это надо понять и эту настройку поменять, чтобы она... Новые сообщения, когда, поскольку мы уже подняли ноду и ее сервисы Кассандры, мы уже подняли, то к нам мутации начинают поступать и от хентов, и от новых сообщений по-нормальному. То есть мутации, поступающие от инсектов, которые сейчас происходят, они не троттлятся, они поступают в том порядке, ну, с той скоростью, как они поступают в рабочие реплики. То есть они как бы в два потока идут, хенты, как фоновые, и как приоритетные идут мутации от текущих операций. Есть еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!